Это новости об Украине. В студии работает Дарья Вершилинка. Здравствуйте. В жилой дом попал снаряд боевиков в Водяном. Он сгорел дотла. Обошлось без жертв, сообщили в пресс-центре объединенных сил. По их данным, в Водяной Донецкой области оккупанты обстреливали ночью в течение получаса. Огонь ввели из оккупированной уживки, применили арт-системы 122-го калибра. В результате на окраине населенного пункта насчитали пять огромных воронок, заявили в штабе. О днем раньше из-за обстрела российских наемников повреждено семь жилых домов в Катериновке. Парашютное десантирование пролет на предельно малой высоте спасательные операции и имитация атаки по наземной цели. Украинские и американские военные отработали слаженность авиации во время морских операций в ходе воздушного компонента учений Сибриз, маневры самолетов и вертолетов над Николаевым. Видела корреспондентка ЮЭТВ Юлия Крючкова. Военно-транспортные самолеты Ан-26 на роде Настя появляются в небе над аэродромом Кульбакина. Они открывают программу пресс-дня воздушного компонента учений Сибриз. Первое упражнение – десантирование спасательной группы. После пара Ан-ов показывают свою маневренность. Александр летает на таком самолете пять лет. Ан-26 в составе военно-морских сил выполняет разведку, десантирование группы. Работаем и над открытым морем. Конечно, это уже более сложное задание, потому что визуальных ориентиров нет, только приборы. Всего в воздушном компоненте Сибриз участвует 13 самолетов и 10 вертолетов. На учениях оттачивают слаженность действий во время военной агрессии. По легенде учений, есть район, которому угрожает захватом другая страна. Район опасный, и задача наших сил – обеспечить безопасность военным путем. В этом воздушном компоненте принимают участие украинские и американские военные. В частности, с нашей стороны, это авиация ВМС, армейская авиация и пограничники. У каждого подразделения свои цели. Штурмовики Су-25 имитируют атаку наземного объекта. Вертолеты эвакуируют раненых. Я четвертый год отрабатываю различные маневры. В частности, гидроакустический поиск, гидровокационный и магнитометрический поиск подводных кораблей. Заключительная часть программы – полет американского самолета Пи-8 «Посейдон». Его используют для обнаружения и уничтожения вражеских подводных лодок. Американские военные говорят, украинская армия наращивает и мощь, и мастерство. Для них важно обмениваться опытом. Я всегда под впечатлением от уровня подготовки украинских пилотов. Чтобы такие учения организовать, необходим правильный подход, высокий уровень подготовки и чувство времени. Первый раз я участвовал в 2017 году. Сегодня это другие учения. Мы перешли от исключительно морских и вовлекли другие рода войск и компоненты – сухопутные и авиационные. Международные военные учения «Сибрис-2019» стартовали 1 июля. В них принимают участие военнослужащие из 19 стран мира. Юлия Крючкова, Александр Бугай из Николаева, ЮЭй-ТВ. Военнопленными признала захваченных Россией украинских моряков парламентская ассамблея ОБСЕ. Об этом говорится в принятой декларации о милитаризации РФ временно оккупированного Крыма, а также Черного и Азовского морей. В документе ОБСЕ осуждает применение силы против украинских судов и членов экипажей и призывает Россию вывести войска с аннексированного полуострова. В Словакии в эти минуты проходит неформальная встреча министров иностранных дел и высших чиновников государства, участников ОБСЕ. Главные темы – противодействие российской агрессии на востоке Украины, укрепление стабильности в Европе в целом, а также будущее ОБСЕ. Три украинские суда российские силовики атаковали в районе Керченского пролива. В ноябре прошлого года они шли из Одессы в Бердянск. 24 члена экипажа оказались в плену. Всех удерживает в Лефортовском СИЗО Москвы. Украинские моряки назвали себя военнопленными России. Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Москву немедленно отпустить всех военнопленных и вернуть Украине захваченные корабли. Однако в Кремле это решение проигнорировали. Встреча состоится осенью. Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину. По данным вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции Ивана Клымпуш-Ценсадзе, предварительно речь идет об октябре. Поездку в Украину отменили из-за подготовки страны к досрочным парламентским выборам, сообщила министр. Встреча в Киеве была запланирована на 9-10 июля. Дипломатический скандал между США и Великобританией. Дональд Трамп сообщил, что разрывает дипотношения с британским послом и поздравил местное население с грядущей сменой правительства. Раздор произошел из-за утечки в прессу писем британского посла, в которых он критикует Белый дом и политику американского президента. Сообщение датировано 2017 годом. В Великобритании уже извинились за утечку данных, начали расследование. Газета «Таймс» пишет о возможном участии иностранных шпионов третьей страны, заинтересованной в конфликте между Соединенным Королевством и США. Самый масштабный музыкальный фестиваль Восточной Европы стартует в Киеве. Atlas Weekend 2019 продлится 6 дней. В первый день вход для гостей уже традиционно бесплатный. На месте работает съемочная группа U.E.TV. У Тамары Каноненко расспросим все подробности. Том, чего ждать от первого дня фестиваля? Привет, Даша. Ждать, конечно же, громкой музыки. Первый день по традиции не только бесплатный, но еще и день украинской музыки. То есть сегодня мы услышим только наших соотечественников. 25 исполнителей, известных далеко за пределами Украины, выйдут только на главную сцену. Всего же в этом году сцен 9, что на несколько площадок больше, чем в 2018. Здесь нон-стопом будут выступать группы, сольные исполнители, дуэты. Мы увидим несколько необычных дуэтов, услышим новые песни, которые до Atlas еще не звучали в ротации. Стартовал концерт в обед, несмотря на это посетителей уже было очень много. На самых первых выступлениях одним из тех, кто открывал концерт, был певец Иван Нави. Он любимчик молодежи. Кстати, к слову, очень много именно молодых людей сейчас можно встретить на Atlas. Но видели мы и целые семьи, и очень много иностранцев также интересуются нашей украинской музыкой. Предлагаю вам послушать отрывок из выступления одного из первых и услышать, что говорят первые посетители. Для нас это первый фестиваль, для нас это что-то новое, новые открытия. Украинская музыка – это шаг к самовыражению нашей культуры, потому что она не так давно начала развиваться. Я считаю, что будет очень круто послушать. Я уважаю. Атлас продолжается, сейчас людей становится еще больше, и каждый год организаторы планируют побить предыдущие рекорды. А в прошлом году цифры были действительно огромные. В первый день, день украинской музыки, Атлас в 2018 году посетило 154 тысячи человек. Всего же за шесть дней здесь было больше, чем полмиллиона посетителей. Что будет сегодня, мы еще увидим и расскажем вам в следующих выпусках. На этом у меня все. Даша. Корреспондентка UTV Тамара Каноненко была с нами на прямой связи. В Киеве стартовал самый масштабный музыкальный фестиваль Украины и один из самых знаменитых опен-эйр Восточной Европы – «Атлас Уикенд-2019». Рекордные 11 тысяч долларов за гроздь винограда удалось выручить на аукционе в Японии. Ягоды сорта «Руби Роман» продали в префектуре Исакава. Купил ее менеджер японской сети гостиницы. Это была первая собранная гроздь в этом году. К концу сентября местные фермеры планируют продать все 26 тысяч гроздей винограда данного сорта. Римский рубин считается самым дорогим сортом винограда в мире. Его в 1994 году вывели японские селекционеры. Он отличается крупными сочными ягодами, имеющими красно-рубиновый оттенок и очень сладкий вкус. Больше информации на сайте телеканала UTV.UE. Заходите. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что вам интересна Украина. Следующий выпуск новостей на Русском менее чем через два часа. Обязательно увидимся на UATV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова